Что бы вы ни начали делать, ваш гений расцветает. Появляется безграничный взгляд на жизнь. Всё, что я знаю, это должно быть сделано. И тот, кто делает это, вкладывая всего в себя, познает удовлетворение. Намаскарам, Садгуру. Садгуру — мой отец из Южной Индии, и у нас очень непростые отношения. Я участвовал в Rally for Rivers в качестве волонтёра. Мой отец был вне себя от гнева. Он сказал, это то, чем ты хочешь заниматься. Он попросил, чтобы я задал вам следующий вопрос. В чём заключается моя ответственность как сына перед родителями? А я хотел бы спросить вас, правильно ли я поступаю. В жизни нет правильных поступков. Если вы решите что-то сделать и вложите в это всего себя, это станет чем-то невероятным. Является ли это правильным? Является ли это самым лучшим? Когда ты спрашиваешь, правильно ли я поступаю, на самом деле ты имеешь в виду, является ли это самым лучшим, что можно сделать в жизни. В жизни нет чего-то самого лучшего. Всё, чем бы вы ни занимались, если вы вкладываете в это своё сердце и душу, становится чем-то прекрасным. Является ли это самым лучшим? Нет. Что же тогда самое лучшее? Самого лучшего просто нет. Такого на самом деле не существует. Что касается твоих обязательств по отношению к родителям? Скажи мне, для себя самого или для своих родителей или для кого-то ещё, не смотри на себя как на жителя Дели или как на идиота или как-то ещё. Ты лишь частичка жизни. Да? Сегодня ты здесь, но однажды раз и тебя не станет. И в чём же ваш долг перед этой жизнью и перед любой другой? Пожалуйста, скажите мне. Испытать жизнь в полной мере. Жизнь полноценно. Что значит жить полноценно? Наслаждаться каждым моментом. Ого. Вы очень непродолжительная жизнь. Вы очень короткая жизнь. Я хочу, чтобы вы представили себе знаете таких насекомых, летающих муравьёв, которые обычно появляются после дождя? Допустим, это вы. Вы только что появились, и раз — вас уже нет. Вот какие вы. Если сравнивать с вашей продолжительностью жизни, то жизнь насекомого выглядит совсем незначительной. Раз — и они исчезли. То же самое о вас думают и реки. Раз — и вас больше нет. Да или нет? По сравнению с жизнью реки, ваша выглядит как жизнь того насекомого или даже короче. Не так ли? Вы не знаете, о чём думает насекомое. Но, по крайней мере, я хочу, чтобы вы подумали и поняли. Это чертовски короткая жизнь. И для тебя, и для твоего отца. И не нужно говорить о Южной Индии в негативном ключе. Как будто отец из Южной Индии — это что-то ужасное. Передай своему отцу, что я встал на защиту его южно-индийского происхождения. В индийской культуре люди всегда хотели иметь сына не потому, что нужно было передать бразды правления королевством, но потому, что они верили, что если у них будет сын, ведь девушка выйдет замуж и уедет куда-нибудь, а сын останется с ними и перед смертью отвезёт родителей в каши или в другое подходящее место и сделает всё, чтобы они достигли Мукти. Вот как здесь происходит жизнь. Потому что мы видели, что весь процесс жизни, её буйный полёт на какое-то время, а потом раз — это само по себе ловушка. предположим, вы вспомнили сто своих прошлых жизней, как вы появлялись, порхали, влюблялись, размножались в Южной Индии или в Северной, а потом Каендастаном. Предположим, вы вспомните сотню подобных случаев. Разве всё тогда не станет бессмысленным? Только потому, что вы ничего не помните, всё для вас выглядит новым. Так что твой основной долг по отношению к себе и своему отцу — просто напомнить им об этом. Правильно ли ты поступаешь? Я не знаю, сэр. Всё, что я знаю, это должно быть сделано. И тот, кто делает это, вкладывая всего себя, познает удовлетворение. Я не задавался вопросом, правильно ли я поступаю. Если что-то нужно было сделать, я уходил в это с головой. Потому что если вы ограниченная жизнь, страдающая запором, вы постоянно будете думать что мне делать, чего не делать, в чём моя страсть, в чём нет. Почему, чёрт возьми, вы не испытываете страсть ко всему? Почему? Почему вы не загораетесь страстью ко всему в этой жизни? Если вы загораетесь лишь чем-то одним, что это значит? У вас запор. Вот что это значит. Видите ли, дураки делают то, что им не нравится и страдают от этого всю свою жизнь, потому что они думают, что это необходимо или что это их долг? умные люди. Делают то, что им нравится. Они наслаждаются своей жизнью в некоторой степени. Но гениальный человек умеет делать то, что нужно с радостью. Именно тогда ваш гений расцветает. потому что дело больше не у вас. Появляется безграничный взгляд на жизнь. Итак, каждый аспект этого ралли или многое из того, что мы сделали, мне даже не нужно повторять людям, это должно произойти, это должно произойти. что-то, конечно, говорить приходится, но все остальное я просто представляю в уме и знаю, что это обязательно произойдет. И это происходит. Не потому, что я хочу нарезать свою волю миру, а потому, что я исполняю волю мира. Вот и все. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова